Этой осенью в российских магазинах воруют не куриные яйца, а сливочное масло. Судя по взлёту его стоимости, на перепродаже масла можно нажиться. С начала года его цена подорожала на 25%. Масло дорогое, я уже повторяюсь, дорогой труд. А само молоко, как оно стоило, так оно осталось. Антонина Гордиенко несколько лет варит сыры из козьего молока. Излишки идут на производство творога, сгущенки, сметаны, масла. В первую очередь для себя, но бывает и на продажу. Женщина уверена, взлёт цен на молочную продукцию и на масло, в частности, не имеет технологических оснований. Это сплошь человеческий фактор, так как у молока как сырья цены как таковой нет. Мы отобираем у курицы яйцо, у коровы молоко. И это бесплатное, она просто дарит нам дар земной. Частник может сделать для себя, часть забрать и сделать для себя что-то такое. Но нам же надо много, мы же забираем всё молоко, мы же забираем всё яйцо. И куда? Мы несем на рынок продавать. Но даже с ценой на фермерское молоко себестоимость масла точно не как в магазинах, подсчитала Антонина. Особенно, если сделать его самим. В России вновь набирают популярность домашние маслобойки. На сайтах продажи поддержанных вещей это оборудование стоит от 500 до 5000 рублей. Различных модификаций, даже редкие деревянные ступы. У Антонина сохранилась пластмассовая маслобойка. Жернова превращают сливки в масло за полчаса ручной работы. Разбег какой у фермеров сезон от 30 рублей до 100, 30-70-100 рублей цена за литр. Вот эта трёхлитровая банка вы можете взять за 150 рублей. С них снять сливок, третью часть, вот третью часть. Третья часть сливок это ваше масло. И вот смотрите, 300 рублей допустим банка это по максимуму. 100 рублей ваше масло будет стоить. По словам федеральных экспертов, взлёт цен на сливочное масло произошёл из-за подорожания сырья, а также дефицита сырья, а ещё по причине снижения поголовья. В Алтайском крае в последние годы также падает число КРС, так как содержать скот из-за цен на корма и ГСМ становится убыточно. Цена вряд ли вернётся на прежние позиции. Поэтому всем, кто готов потрудиться, Антонина Гордиенко даёт лайфхак, как в домашних условиях сделать масло. Единственное, позаботьтесь о качестве сырья. Наливаете в банку, в двухлитровую, смотря в трёхлитровую, в зависимости сколько, садитесь у телевизора, смотрите свой любимый сериал и взбиваете вот так банкой. Всё, через полчаса у вас масло. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.